Самые горячие точки сегодня, которые есть, и направления, которые есть в Николаеве, мы начали убивать зерно. Мы начали убивать зерно, это горячая пора сегодня в Николаевской регионе и в целом Украине. Это очень показательный, очень положительный фактор. Убирать зерно, это очень ответственно, почетно и перспективно. Почему? Потому что уборка зерна, а зерна, хлеб, это наша голова. И в данной ситуации убирает сегодня практически из Николаевской региона. Прогнозы, показатели по уборке уже очень положительные. Второй момент, значит, мы сегодня уделяем особое внимание, я персонально, значит, вторая горячая точка. Это мы сегодня производим, значит, и запустили базы отдыха Рыбаковка, Очаков и Коблево. Это и вторая горячая пора, которая, значит, показывает, как подготовился регион, как подготовятся люди к уборке. Мы, значит, будем ждать тех показателей, которые называются туризм, обслуживание туризма. Но самое главное в этой ситуации, что мы делаем во втором разрезе, это мы сегодня приняли 2900 детей в Николаевской регионе. И это является максимальным количеством тех детей, которые приняли на базу отдыха, Очаков, Рыбаков и Коблево. Сегодня должны на этой неделе еще поехать по делу 300 человек детей. И самое главное, что в этой ситуации, опять-таки, на этой неделе никогда за всю историю Николаевской региона мы не поднимали людей, инвалидов, или детей с теми признаками болезни, которые не дают возможности передвигаться. На базе отдыха Рыбаковки, Волна, мы через бизнес, который сегодня есть в Николаевской регионе, создали все условия впервые. С помощью комитета Верховной Рады, значит, депутата Верховной Рады мы принимаем впервые, значит, в Николаевской регионе, людей, детей с признаками инвалидности, значит, которые никогда не понимали играть в Рыбаковке. Кроме этого, кроме этого, и Юлий Месси, и Юлий Месси, мы планируем довести показатель приема детей на отдых в Николаевской регионе до 4000 человек. Это есть та задача, которую мы сегодня говорим, что детям, детям, которые имеют реальное будущее, нам помогать с играть в Уолне. И третья точка, которая сегодня есть, это контакт, это работа с нашей армией.